21 августа 2024 года впервые в истории мирового футбола испанский Реал подписал контракт с белорусом Алексеем Майоровым. А поскольку взрослых талантов в Беларуси на сегодня не наблюдается, сливочные подписали 12-летнего минчанина, который последний год выступал за детскую команду 4-го испанского футбольного дивизиона Сарданелла. Удивляться тут нечему, дети у нас получаются хорошие и талантливые. Кривоногими они становятся со временем в высшей лиге белорусского футбола. Контракт с испанцами не имеет аналогов для спортсменов в этом возрасте. Сарданелла получит за переход юного форварда 120 тысяч евро, а сам Вундеркинд будет выступать за детскую команду Академии Мадридцев «Инфантиле-Б». Уже на первой тренировке в новом клубе Майоров забил, отдал две голевые и пометил штангу и перекладину. Как признались после этого тренеры Академии Реала, ничего подобного они до сих пор не видели, а парень явно на две головы выше своих сверстников по уровню, технике и качеству игры. Но главное, Алексея испанцы рассматривают именно как перспективный проект. Пацан будет не просто учиться в Академии футбола, его будут готовить для основного состава сливочных. А теперь о том, кто такой Алексей Майоров, как он стал футбольным гением, почему все это хорошо и почему немного плохо. Коротко и по сути, подписывайтесь и не переключайтесь. Это белорусский футбол, детка, на перот, хлопцы! Алексей Майоров родился в 2012 году в Минске в спортивной семье. Его отец, Алексей Майоров-старший, является мастером спорта по боксу и кандидатом в мастера по легкой атлетике. А дед, Александр Кистень, известный в прошлом футболист, игравший за Могилевский Днепр, Молодещинский Металлург, Брестская и Минская Динамо. Деда Алексей не застал, и его спортивной карьерой подробно занимался отец. Поначалу хотел отдать парня в хоккей, но там дорого, долго и больно. А сам Леша рвался именно в футбол. Ну окей, пусть будет футбол. Начал Алексей со школы Минского Динамо, потом перешел в школу столичного Минска, где оттачивал технику работы с мячом и занимался футбольным фристайлом. Наши тренеры парня заметили, но, как у нас водится, особого восторга не выразили. Ну, талант, ну пусть растет на грядке, а там посмотрим. Папа понял, что дома толку не будет, и повез юного вундеркинда в Россию, чтобы выгодно продать его Зениту, ЦСКА или Краснодару. Россияне, как водится, тоже больших восторгов не высказали. Нужны молодые и мощные дуболомы с гренадерским ростом и тягой потолкаться на поле. А юные, умные и техничные малорослики – это не для сурового российского футбола. Юного майорова россияне оценили в 2018 году, когда во время чемпионата по футболу он появился в московской фан-зоне и на потеху толпе набил мячик больше 12 тысяч раз. Вот это да! Цирковые медведи в Москве. Это круто! Аттракцион шестилетнего Алексея был встречен с восторгом, в том числе и белорусскими фанами. И перспективный пацан попал в Академию столичного Спартака. С ним майоров-младший поиграл недолго, но показал себя неплохо. А в 2022 году на детском кубке Колыванова за два матча закатил соперникам 7 голов и стал лучшим бомбардиром. Теперь Лешу заметили скауты уже испанских, французских и даже английских клубов. Может, Алексей остался бы в России, но снова вмешался майоров-старший. Говорят, что он попытался выторговать для сына лучшие условия контракта, а заодно работу в клубе для себя и квартиру. Спартак отказался. И папа майоров решил, что ловить в Беларуси и России нечего. Время идет, нужно увозить пацана туда, где тепло, большой футбол и деньги. И семья майоровых переехала в Испанию. Сначала была попытка поступить в Академию Эспаньола. Но оказалось, что граждане Беларуси не могут просто так выступать за элитные футбольные команды, даже детские. Пришлось перейти в клуб низшего дивизиона каталонской лиги Сарданелло, который взял бюрократические вопросы на себя и даже снял майоровым квартиру. В первом же матче за каталонцев Беларусь забил дважды, а за 22 матча сезона наколотил 59 голов. Быстро занял место капитана команды и стал лучшим бомбардиром детского турнира «Браво». На него тут же накинулись скауты ПСЖ, Манчестер-Сити, Монако, Барселоны и Реала. Барселона на правах лидера каталонской федерации футбола даже попыталась надавить на Алексея и его клуб, чтобы забрать парня в свою академию. Но тут снова вмешался папа майоров. Он отказал каталонцам, обозвал их мифом, а не командой, и подписал сына в мадридский Реал. Он же оформил и контракт сына с Адидасом, чего до сих пор не было ни у одного футболиста в 12-летнем возрасте. И вот Реал. Конечно, речь пока только об академии и играх за юношескую команду. Но в Испании с ее трепетным отношением к культуре футбола у майорова-младшего появилось будущее. Там ценят умение грамотно и технично обращаться с мячом, играть индивидуально и нестандартно, дриблинговать, идти в обыгрыш один на один или вертикальный сольный проход, видеть поле и мгновенно принимать решения. Этого у 12-летнего майорова уже есть в избытке. Остается научить его играть в командный футбол, быстро интегрироваться в любой стиль и сценарий игры, работать синхронно с партнерами и видеть все поле сразу. Такого опыта подготовки у испанских академий, которые лучшие в мире, тоже в достатке. Кстати, мы не зря часто упоминаем папу Майорова. Именно ему сын должен быть благодарен за свой высокий уровень. Папа устраивал его в футбольные школы, искал хороших тренеров, заставлял его тренироваться по два раза в день, иногда даже в ущерб пацанским играм и учебе. И в свои 12 лет Леша играет не хуже 16-18-летних футболистов. Но из-за упорной и постоянной работы на карьерную перспективу, похоже, нормального детства и общения со сверстниками у парня не было. Отец фактически превратил Алексея в коммерческий проект, ведет все его дела и социальные сети, не выпускает ни на минуту из своих нежных опекунских объятий. Если все это действительно так, а на это намекают многие знакомые Майоровых, то Реал рискует столкнуться с еще одной историей типа папы Неймара или мамы Мбаппе со всеми вытекающими. Это значит, что клубу придется решать проблему влияния отца на сына, слегка подвинуть старшего Майорова, взять процесс развития юного таланта в свои руки, уравновесить его физическое и психологическое развитие, вернуть в школу и вырастить всестороннюю личность. Та еще задачка. Почему Майоровы выбрали именно Академию Реала, а не Барселоны? В сетях много споров на эту тему, но главные выводы следующие. Реал выращивает молодые таланты, но редко пользуется их услугами, отдает в аренду или продает, а сам живет за счет покупных звезд мирового уровня. Барса же растит свою молодежь для себя, но в процессе выжимает из них все соки и часто ломает. Что хуже? Это спорно. В Реале в свое время играли собственные воспитанники. Винсенто Дель Боски, Митчелл, Касилиас, Гути, Бенито, Арбиола, Хуан Мато, Рауль, Самой Летоо, Бутрогенио, Карвахаль, Васкес, Хакими, Санчиш, Марата, Льоренто, Камбьясу, Начо. А сейчас подрастает новое поколение и на продажу, и для первого состава. Другое дело, что в Реале нет необходимости экстренно затыкать дыры основного состава молодежью из Академии. Зато очень серьезная конкуренция, заставляющая пахать и пробиваться. Барселону прославили свои воспитанники. Гримальдо, Гвардиола, Артета, Пуёль, Хави, Иньеста, Пике, Месси, Фабрегас, Икарди, Бускес, Ольма, Онана, Рейна, Бельерин, Мотта, Трааре, Педри. Из-за проблем с финансами в последние годы в составе синегранатовых на поле рано появились Ямаль, Лопес, Кубарси, Гиу, Мартин, Берналь и Касадо. Споры, кто тут лучше, глупость. Обе Академии сильны своей школой и именами. Везде конкуренция, везде требуют усилий и готовят звезд. Возможно, в этом ряду через несколько лет появится и Алексей Майоров, первый белорусский воспитанник испанского футбола. Для этого нужно только одно – стать топом. А у нас пока все на этом. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите в колокол. Скоро продолжим. Ютуб, Родный футбол, Беларусь.